Хочу немножечко рассказать про Барни, что случилось. Ну, вы сами знаете, я уже говорила. Сегодня мы его забрали из больницы. Он у нас там ночевал. Ему делали капельницу. В общем, нам сказали, что ничего не такого не нашли. У него просто магондарм-инфекцион. И, возможно, что это от кошек. Ну, так предполагают. А, возможно, что он на улице где-то что-то подхватил. Потому что он бегает, знаете, у него такое есть. Нюхает-нюхает, начинает что-то облизывать, собирать. И вот так случилось. Знаете, всякое бывает. Никто не застрахован от этого. В любой момент и человек может заболеть, понимаете. А то, что вчера мне там писали, что вот срочно-срочно. Вы знаете, я сама знаю, что срочно. Мы его увезли полчетвертого в больницу вечера. Потому что мой муж, во-первых, у меня машины нет рядом. Муж пришел раньше, и мы его повезли полчетвертого где-то. Вот мой маленький. И все нормально, мы привезли. Ничего, он не умирал, понимаете. Просто у него была рвота и понос. Но он не умирал. Так что, как многие прям писали мне там, вот. Он уже все там умирает. Ничего подобного не было. Нас его оставили в клинике, да, чтобы пронаблюдать, посмотреть. Все нормально. Его там прокололи, прокапали. В 9 часов утра мы сегодня его забрали. Все нормально с ним, понимаете. Вот. Он ходит. Он и сегодня и водичку попил. Сухой только корм ему. Ну, и то сказали так, немножко-немножко я ему дала. У него есть аппетит, он кушает. Я ему с ручки так покормила немножечко. Вот он целый день спить лежит. В спальне со мной здесь. Я на кровати, он возле меня. Все нормально, ребята, не переживайте. Не так, это не смертельно так уж прям. Знаете, бывает и хуже. У меня, кстати, кошки даже хуже болели, чем он. Тоже хотели оставить, но я не стала оставлять в клинике. Потому что вы знаете, какие у нас тут цены бешеные. Вот то, что он находился, я хочу сказать просто, чтобы вы знали. Вот мы его оставили, да, где-то, ну, пока там его посмотрели. Пока мы там, ну, где-то полчаса мы там были. Потом мы уехали. Где-то с полпятого он там находился. И посчитали там время, то, что они ему там делали. Вот, анализы брали, кровь, кал. Анализ у нас один стоит, кровь только 130 евро. Кал, чтобы сдать, тоже где-то 120 или 130. Ну, где-то так, да. В общем, нам насчитали, мы заплатили. Вот в 9 утра мы его забрали. А мы заплатили, вам скажу. Вы смеяться будете. Ой, вот так, 300. Ой, точно не помню, 365, что ли? Да, по-моему, 365. И потом, когда мы домой приехали, нам звонит из праксиса, да, ну, сестра и говорит, вы знаете, мы вам не всё ещё посчитали. Тут мы ошиблись немножечко. Мы же ему ещё и то, и то брали, да, анализы брали. Извиняюсь, что я вот показываю его так. Он спит. Пускай. Анализы мы брали, да, такие-то, такие-то. И мы их не засчитали. Плюс ещё 250 евро. Представляете? Нам получается, что сколько обошлось. Это, а ещё нам лекарства выписали, мы должны их купить. И ещё сказали к своему врачу, а если наш врач в отпуске, значит, найдите сейчас какого-то другого врача, к нему идите и дальше продолжать лечение, если это понадобится, понимаете. А к другому врачу придёшь, там тоже надо. Там сразу, понимаете, у нас здесь всё на деньгах. В Германии всё на деньгах. Я, извините, что я так говорю, но это так и есть. И вот мы вчера пришли, это дежурная как клиника была, да, врач дежурный был. Он сразу 50 евро берёт, сразу же. Плюс ещё вот к этой цене ещё 50 евро. Да к нам, вот и вы посчитайте, сколько нам обошлось. 600 с лишним евро получается, да, где-то так. Вот. Ну, получается, да, плюс ещё 50 эти. Понимаете, это немалые деньги. Во-первых, я вам хочу сказать, я не работаю. Я дома. Мой муж один работает. Даже если я что-то, какие-то копейки с этого имею, со своего канала, да, понимаете, у меня ещё 5 кошек, и он, да, и я про это вообще не хочу даже говорить. Просто мне сами подписчики про это говорят. Поэтому я объясняю. Объясняю, да. Вы сами подумайте, неужели каждый возьмёт и будет вот, я веду канал просто так, я трачу своё время. Вы как думаете? Я трачу своё время, ребята. Я должна что? Просто так это вот, ну, ради так вот, для всех, да, вот взяла видео там, выставила, время потратила. На каждое видео у меня уходит по 3 часа. По 3 часа. Одно видео, чтобы сделать, уходит у меня 3 часа. Его надо обработать, смонтировать там, соединить, если что-то. Вот, понимаете? Всё не просто так, как кажется. И многие у меня упрёки такие, говорят, делают, да, что я вот такая уже плохая. Я, знаете, одно поняла. Пока всё делается нормально, пока до поры до времени. Вот хорошо делаю, и там всё нормально. Всё, я хорошая, всё. Я такая мама хорошая для барни. В общем, всё хорошо. Как только что-то, да, я не то, что-то случилось, что-то не так, всё. Я такая плохая. Всё, понимаете? Стоит только шаг в сторону сделать, и что-то не так, да? Всё уже, понимаете? Это нехорошо. Это нехорошо. Нельзя так. Вправе каждый человек ошибаться. Ошибки мы все делаем, понимаете? И вы что думали? Чтобы я его не повезла? Вы знаете, что мы в субботу были у врача. Мой муж в субботу, не я была, а мой муж. Я же говорила, когда вот я влог снимала, гладила там, говорила, что я сегодня отдыхаю, мой муж с барни, вот ему было плохо, он с ним поехал тоже к дежурному врачу и тоже заплатил, заплатил деньги, деньги и немалые, понимаете? потому что дежурный врач, в субботу у нас врачи тоже не работают, тем более наш врач в отпуске, он заплатил 50 евро только сразу, потому что это дежурный врач, плюс ещё приём, где-то 100 с лишним он заплатил в субботу, и сейчас мы заплатили. Вы считаете, вот посчитайте. нам сегодня тоже, ребята, всю ночь не спала, переживала, что, как там у него, понимаете? Ну, мы звонили туда уже поздно, спрашивали, как он там, сказали, всё хорошо, он спит, всё нормально, не переживайте, с ним всё будет хорошо, всё, и мы успокоились, но всё давно я ночь переживала, я не спала, сейчас у тебя легла, лежу в постельке, и он со мной рядышком, вот он со мной рядышком лежит, ну, я уже до этого показывала вам, вот, спим, погодка хорошая, вот, стул у него прекратился, нету, ну, нормальный стул сейчас, правда он и не кушал ничего, но он немножечко покакал, стул уже всё у него, нормально так сформированный, не совсем, правда, ну, рвоты нету, всё нормально, не надо паниковать, панику не надо делать, пожалуйста, всё хорошо, со всеми же бывает, понимаете, тем более, это собачка, мне уже сказали, даже врач сказал, что говорит, это, в принципе, нас успокоили, там, это ничего страшного, это собака, это часто так бывает, не надо это, как сказать, панику делать, я тоже сначала расстроилась, да, понимаете, первый раз собаку имею, вот такую, вот, естественно, ну, как почитала комментарии вчера, понимаете, аж ужаснулась, что начали писать, я, я вчера много забанила, честно вам скажу, я просто посмотрела, почитала, думаю, зачем я это буду читать, зачем мне на канале, вот такие вот люди, лживые нужны, да, которые тебе пишут хорошее, а потом начинают, как что-то случилось, что-то такое, сразу ты плохая, понимаете, ну, как-то странно немножко, и сразу такой, такие гадости начинают писать, это просто ужас, ну, ладно, я, знаете, так, уже смешно отношусь, пожалуйста, пишите, если вам нравится, пишите, я все равно буду удалять все, если вам нравится, пишите, я не против, почитаю, посмеюсь и удалю, а что делать, сегодня денек такой хороший, ну, буду лежать, барнюшка спит, и я сплю, а он со мной, и рядышком, нас папа даже сегодня выходной взял, чтобы дома быть, да, барнюшка, так что, пожалуйста, давайте, как сказать, жить дружно, да, и давайте, не будем паниковать, все, так что, все сейчас нормально, барнюшки хорошо, пожалуйста, не надо паники, я вас прошу, а он спит, сладким сном, сегодня целый день спит, пускай спит, мой котик маленький, вы знаете, ребята, я всем ответить, ответить не могу, потому что столько комментариев, это, знаете, нужно сидеть целый день, или два дня, и я просто так вот, просматриваю, и, ну, ставлю сердечки, кому-то не ставлю, кому-то ставлю, ну, в общем, я всем не могу, да, извините, если я вам не поставила сердечки, или не ответила, поэтому, просто я не в состоянии, вот наш больной мальчик, да, уже повеселел, ты мой сладкий такой, уже повеселел, да, все хорошо, барни, все, проснулись, спали, считай, целый день, да, мы халюся, ты мой мальчик, все с ним хорошо, ребята, все, я с ним сегодня сплю, и он со мной, дой, скажи, мама сегодня ночь не спала, скажи, я тоже не спал без мамы, да, скажи, я тоже без мамы не спал, да, соскучился, мой маленький, что-то шишка какая-то здесь у него, ой, что там у тебя такой на головке, что там такой на головке, а, что там такой на головке, а, скузи, что мой слёр, вот больной мальчик, уже пытается ко мне залезть, барни, барни, барнюш, где мой слёткий, все, здесь, кузи, все, кузи, мама, я уже выздоровела, ты мой маленький, где мой халюся, слёткий мой, мой чуганчик, мой сладкий, мама так перезевала, мама так перезевала, да, за ребёнка маленького, за моего, хороший мой, все переживали, скажи всем спасибо, что за тебя переживали, да, скажи всем спасибо, ну, скажи всем спасибо, со мной, скажи все хорошо, на постельку нет, не надо, не надо, все, все, ой, ой, да, всякое бывает, да, скажи все, как бывает, все барнюшечка, все, мы хорошие, все, он уже, все, ребята, все, знаете, я как-то слышала, что собакам свинину вообще нельзя, я ему ни разу свинину не давала, так, пускай тушится, все, да, вот так, вот, вот так вот, все, мой муж не очень мясо ест, он больше такое, все, вот, он меня ругает, что я по кастрюле на так стучу, у меня привычка такая, стучать, вот, все, куркуму закрываем, обожаю просто с куркумой, это вкус такой, вкусный очень получается, ребята, сегодня на ужин варю, бегу с такой, но только не со свининой, хотела со свининкой, но потом подумала, нет, у меня там курочка была, я с курочки делаю, и почему еще, я ему отложила, да, барнюшке кусочек, без всякой специи, без всего, то я думаю поправится, может быть завтра лучше будет, я ему кусочек дам, вот, поэтому вы, не думайте, что я там со специями буду давать, нет, нет, я уже добавила томата немножко, вот такого, как кетчупа, да, томатного, вот такого, отложила, а сейчас, помешаю все, вот, а вот ему кусочек отложила, думаю, если завтра лучше будет, я ему дам вот такой кусочек, без специи, без всего, просто там, ну так, выберу, он не жирный, абсолютно, абсолютно, ребята, нормальный, я-то уже боюсь, сама ему что-то такое давать, думаю, но вдруг, а вот это у меня куркума, я сейчас немножечко куркуму добавлю, конечно, я ему это давать не буду, ему такое нельзя, вот, куркумы добавлю, люблю куркуму, обожаю просто, вот, и сейчас все это перемешаю, цвет красивый дает, ой, валится из кастрюли, вот, с курочкой будет, тоже будет вкусненько,